И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. Да, мы вновь возвращаемся с вами к видеоформе аналитики, но я вынужден сказать, чтобы вы не забывали, что теперь у меня есть и страница в ТикТоке. Это вынуждено отчасти мера, так как большинство представителей различных народов сейчас любят пребывать в данной соцсети под названием ТикТок. Поэтому не забудьте подписываться. Ссылку на свою страницу в ТикТоке я оставлю под данным видео, так же, как и все необходимые данные для поддержки канала, а так же все ссылки, с которыми я с вами хочу поделиться. Впрочем, давайте приступим к главной теме. И поговорим мы с вами, тире проанализируем, международную политику, в частности, через призму западной политики на территории постсоветского пространства. Главным образом мы с вами будем обращать внимание на регион, конечно же, за Кавказье, как своеобразную, я бы сказал, ключевую точку для Запада. А так же не пройдем мимо и тех моментов, связанных с Украиной, так как это два региона, через которые Запад будет пытаться, скажем так, нарушить все те планы, касающиеся сближения как тюркского мира, тюркского и славянского мира, так же нарушить ту тенденцию в отношении продвижения запуска железной дороги «Шелковый путь». В отношении Закавказья здесь интересов у Запада еще больше, потому что конфликт Азербайджана и Армении Западу необходим для вовлечения представителей своих вооруженных сил на территорию Закавказья. Чем, тире, почему это необходимо? Ответ крайне прост. Это связано с тем, что в случае нахождения вооруженных сил подконтрольными США и Франции данные два государства смогут, скажем так, осуществлять давление не только на Россию, но и на Турцию, Иран, а так же Азербайджан. Ну, давайте обо всем поэтапно. И начнемте с первой статьи. Могут нанести внезапный удар. Почему Россия пригрозила США военным ответом? То есть, насколько вы понимаете, угроза столкновения этих двух миров под названием, я бы сказал, русско-тюрский мир и Запад, уже можно сказать, является достаточно неизбежным моментом. Насколько политикам удастся договориться, чтобы не допустить в реальность столкновения этих двух миров, крайне сложно сейчас что-либо сказать, так как, к сожалению, на Западе очень мало сильных лидеров. Что не скажешь о, кстати, тюркском мире, русско-тюркском мире. Как бы ни относились бы к тому же самому Путину, это все равно сильный лидер. В разы сильнее, чем Байден и Макрон. То же самое касается Эрдогана и лидеров тюркских стран. Они намного сильнее, нежели те лидеры, которые сейчас правят Западом. Это реалии. В связи с этим, как вы понимаете, вопрос о возможности, скажем так, перезагрузки взаимоотношений этих двух сверхмиров Запада и русско-тюркского мира находится под громадным вопросом. Но давайте с вами не будем останавливаться на этом и пойдемте к следующей ссылке. Перейдемте к следующей ссылке. Прошу прощения. Европа сама разожгла этот пожар. Европейский политик про отношения с Россией. Конфликт на Украине и НАТО в Черном море. В общем-то, здесь как раз таки европейский политик и затронул тему того, о чем я говорил. Только с точки зрения именно Украины. Но ведь эти же страны, в частности страны НАТО, такие как Франция и США, которые по, в кавычках, стечению обстоятельств являлись членами группы МГОБСЕ по Карабаху, в общем-то, и являлись основными фигурантами пока еще не существующего политического уголовного дела, касающегося запуска конфликта, кровавого конфликта в Закавказе между Азербайджаном и Арменией. Можно вспомнить 1987 год, когда я уже неоднократно об этом говорил, академик Агамбекян почему-то именно во Франции перед армянской диаспорой данного государства заявлял о том, что Карабах стоило с его точки зрения отделить, тире выделить из Азербайджана и передать под контроль Армении. То же самое касается и Соединенных Штатов Америки, в частности события 1988 года. Я даже убираю в сторону подарочки, которые осуществила армянская диаспора США Раисе Горбачевой. Я говорю о встрече президента Соединенных Штатов Америки Рейгана с не политической, а религиозной фигурой всех армян России католикосом. Интересный момент. Поэтому два фигуранта в разжигании российско-украинских конфликта стояли также и за разжиганием конфликта между Азербайджаном и Арменией. Конечно же в этом им поспособствовали и определенные круги в самой России. пятые колонны типа Маргарит Симонянов, Соловьевых и так далее. Данный список можно продолжать. Которые я не думаю, чтобы по незнанию, а именно официально осознавая, что делают, стравливали тире осуществляли запуск этих конфликтов. В отношении Карабахского конфликта тогда были другие фигуранты. Можно вспомнить достаточно обширный список. Начиная с Бонар, Сахарова и так далее. Я не буду сейчас акцентировать внимание на тех ужасных воспоминаниях о так называемых российских правителях. Хотя их очень много, включая Яковлева и Рыжкова. Давайте с вами вернемся все-таки в наше время. И перейдемте к следующей статье. Париж не стоит мессы о провокациях Эрика Зимура и не только. Да, дорогие друзья, Франция продолжает свою политику в отношении разжигания нового конфликта между Азербайджаном и Арменией. На фоне этого я обязательно ознакомлю вас с ссылкой на видеоролик касательно того, что Турция уже запустила авиасообщение с Арменией. Это крайне важный шаг по тотальному урегулированию конфликтов в Закавказье. При этом, как вы понимаете, все это делается с разрешением с определенной договоренностью из Москвы. Это крайне важно. И это не может не бесить Запад. Потому что укрепление Турции и России в данном регионе и их совместный контроль за данным регионом уже точно будет охарактеризовывать невозможность каких-либо провокаций извне. Поэтому пока все эти циклы по сближению России и Турции запускаются, Франция все еще старается вместе с Америкой догнать уезжающий поезд. Их вовлеченности в Закавказье. Переходим к следующей ссылке. Я не просто так заговорил о Франции и об их провокациях в отношении нового обострения в Закавказье. Речь идет о заявлениях представителей французского Сената. В частности от партии республиканцев Бруно Ретайо и заместителя председателя группы дружбы Франция Армения Сената Франции Валерий Буйо. Эти два французских назовем так политика заговорили о необходимости срочного признания так называемого в кавычках Арцаха. На фоне опять-таки сближения России и Турции. на фоне сближения Армении и Турции. Так зачем же этим армянским политикам можно сказать армянским политикам оговорка по Фрейду хотя вроде бы они политики Франции почему они осуществляют данные действия почему западу крайне важен данный конфликт потому что в случае нахождения военного контингента Франции и США на территории Армении произойдет следующее во первых это будет некая форма давления на Россию на Турцию на Иран на Азербайджан я уж не говорю про саму Армению где и собирались расположить данные военные базы а также это своеобразный способ торга в отношении запуска железной дороги шелковый путь видимо западу очень не устраивает то что данная глобальная система запускается без него и есть еще одна причина это конечно же тот самый Туран в который будут включаться все страны где в судьбе которых играли роль и играют роль представители тюркских народов на чьих территориях проживают представители тюркских народов включая Россию и конечно же в случае если запад перестанет осуществлять провокацию и в случае когда из России будут удалены провокации так называемые личности это будет зафиксировано в частности не участием России в действиях на Донбассе и Луганске а также хотя бы независимый создание независимой экономической зоны под названием Крым для и кстати этот участок земли мог бы стать центром именно независимого экономического пространства тюркского мира и славянского мира некой независимой экономической зоны для этих стран почему нет неким экономическим давосом почему нет но это тоже одна из причин почему Франция очень насторожена и старается опять-таки осуществлять свои провокации им вторят определенные силы как вы понимаете и в самой Армении в частности большинство западных сил так же как и большинство прежних властей Армении очень сильно напуганы не только открытием авиасообщения между Турцией и Арменией но так же и запуском той самой платформы 3 плюс 3 на Южном Кавказе ведь в этой платформе никак не указаны страны запада это именно религи назовем так региональный способ урегулирования вопросов без выброса данного конфликта вне региона можно если говорить с точки зрения медицины без метастазов вне региона то есть лечение проблем на месте но давайте продолжим единственная страна как ни странно которая вынуждена сейчас по неволе подыграть западу в отношении той самой платформы 3 плюс 3 это Грузия почему причина крайне проста в случае Армении Армения потеряла крах Азербайджан вернул свои территории в отношении Грузии к сожалению нельзя сделать данное сообщение не так ли Грузия пока не вернула свои земли в частности Абхазию и это не может не настораживать и это не может не создавать проблемы для Грузии в отношении участия данного государства в данной платформе но давайте пойдемте дальше давайте пойдемте дальше коварные замыслы армянского лобби морская Армения и прочий бред прежде чем мы приступим к данному аспекту я хочу сказать еще несколько слов крайне важных слов для того чтобы объяснить ту ситуацию которая складывается сейчас речь идет о следующем моменте не менее важном обратите внимание Армения выполняет роль транзита западных интересов на территории Закавказья Грузия находясь тоже под определенным контролем запада и несмотря на то что по идее во многом было бы выгодно поучаствовать в данной форме вынуждена отказываться от формы 3 плюс 3 я не мог не сказать об этом моменте так скажите мне если Грузия сейчас в большей степени помогает западу осуществить их планы то чем же сама Армения будет пытаться выплатить те долги запада в отношении многолетней поддержки запада политики захватнической политики Армении как же Армения отплатит ответ крайне простой во первых затягиванием насколько вы уже поняли урегулирование с Азербайджаном потому что отказаться от Турции она уже не может из-за экономических проблем но вот затягивать я бы сказал окончательное урегулирование конфликта с Азербайджаном Армения будет пытаться осуществлять насколько у нее это получится это вопрос другой второй аспект в котором армянство будет скажем так способствовать осуществлению планов запада это дестабилизация на территории самой России в частности что касается ее претензий на юг России скорее всего будет все чаще и чаще озвучиваться определенными силами в среде армян проживающих в России и их лоббистов включая так называемых в кавычках русских затулиных и им подобных но не будем останавливаться и на этом сама Армения тоже несмотря на разгромную ситуацию и после войны и в поствоенный период на протяжении года будет осуществлять не только провокации против Азербайджана но и провокации против России в частности она будет выпускать фейковую информацию про первых лиц Российской Федерации как это уже было кстати сделано в отношении Марии Захаровой да дорогие друзья Марию Захарову попытались выставить некое ну скажем так не совсем политиком в частности смотрите какие заголовки стали звучать в сторону Марии Захаровой при этом заявлять об этом стали не абы кто а теща спикера парламента Армении Алена Симоняна Армине Аганян она стала заявлять пришло время поставить на место Марию Захарову вы понимаете что это означает если это не провокация то что же тем более в момент когда Мария Захарова находилась в Армении как вы считаете неужели кто-нибудь поверит что Армине Аганян сделав данное заявление делала его от своего имени нет данное послание было послано именно западными структурами и Армине Аганян просто их озвучила в своем пасквиле но давайте пойдемте еще чуть дальше говоря о том в отношении чего используют Азербайджанно-армянский конфликт даже возможно более важную роль играет игра запада по осуществлению неких действий против действительно объединения тех самых двух миров тюркского мира и славянского мира об этом уже в открытую пишут армянские СМИ прочтите даже с вами просто название интеграционные процессы тюркского мира ускорились после войны в Карабахе чем это грозит обратите внимание в одной названии статьи сразу две два момента в которых участвует запад это в продолжении конфликта в Карабахе между Азербайджаном и Арменией а также угроза которую запад чувствует можно сказать нутром это объединение тюркского и славянских миров тем более на фоне тех заявлений которых делает рупор Кремля Песков поправьте меня если я в чем-то ошибаюсь но данная статья это практически признание того что в данных направлениях Армения будет играть именно на руку западу не допуска создания союза тюркского и славянских миров а также в продолжении нагнетания ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией потому что Карабах это уже даже те кто сомневался поняли что это что эту территорию Азербайджан вернул себе не так ли ну и последняя статья мимо которой тоже не стоит проходить раз мы затронули речь о Карабахе это крайне важная статья несмотря на то что я стараюсь редко озвучивать статьи которые выходят в азербайджанском сегменте интернета почему потому что любой из так называемых оппонентов может заявить о том что это проплаченная статейка или статейка связанная ну так как автор проживает в Азербайджане он осуществляет тире продвигает интересы Азербайджана я стараюсь бить армянскую ложь их же оружием но в данном случае необходимо все-таки заострить свое внимание на данной статье напоминание карабахским сепаратистам ханхенды это Азербайджан так почему же здесь говорится о принадлежности ханхенды Азербайджану потому что армянская сторона можно сказать с конца восьмидесятых с начала девяностых неоднократно заявляла об отсутствии своих претензий на земли Азербайджана в частности когда если крупные моменты говорить о крупных событиях когда она об этом заявляла это вступление в такую международную организацию как ООН СНГ ОДКБ ЕАС ТС во всех этих случаях Армения четко заявляла о том что не имеет никаких претензий так же как и СЕ но не будем об этом Совет Европы почему я зафиксировал ваш момент ваше внимание на данном аспекте потому что во всех этих организациях находятся США и Франция так почему же будучи осведомленными о том что Армения отказывалась от своих претензий в отношении Азербайджана Франция и США продолжает заявлять о том что статус мол так называемого Нагорного Карабаха все еще не решен да потому что я уже в общем-то осветил вам эти моменты это необходимость присутствия вооруженного присутствия войск США и Франции даже не всего НАТО на территории Закавказья для осуществления давления на Россию Турцию Иран Армению Азербайджан а также в отношении торга касательно запуска железной дороги шелковый путь и попытки не допустить создания объединения тюркского и славянского мира если я в чем-то не прав поправьте меня но думаю что ни у кого не найдется обратных назовем так тезисов и диагем которые смогли бы отрицать те факты которые я выставил ну и последнее в данном случае это крайне важное видео я его не буду запускать так как оно крайне обширное но обязательно ознакомьтесь и с ним тоже в данном видео говорится о в общем-то нищете Армении данного автора в отношении того что он заявил о том что данная страна зато является свободная я хочу поправить нищая страна не может быть свободной это первое потому что она зависит от финансовых вливаний это крайне важно неужели армяне в Армении не зависят от армян которые зарабатывают свои деньги в Америке во Франции в России а если зависят то они зависят и от тех стран это крайне важно я уж не говорю о я бы сказал оборонительной зависимости Армении от России неужели в данном случае именно русский блогер не знает об этих моментах ну а то что кучка небольшая кучка людей из разных стран в частности по советскому пространству переехали в Армению это ни о чем не говорит потому что сколько людей переехало в Азербайджан Азербайджан даже не считает мы не хвастаемся этим но таких людей гораздо больше об этом в частности говорит растущая численность населения Азербайджана ведь не все эти люди которые чья жизнь на территории Азербайджана зафиксировала рост населения Азербайджана родились в Азербайджане как-то так дорогие друзья на этом вопросе я пожалуй закончу данное видео ну что ж осветив главные международные аспекты политики запада в отношении постсоветского пространства я задаюсь только одним вопросом крайне важным неужели армянская сторона и ее лоббисты не понимают что Россия изменилась а также изменилось большинство даже армян и уже на простых армян которые являлись молчаливым большинством уже не найдешь столько кляпов от армянских радикалов неужели не ясно на этом все дорогие друзья еще раз повторюсь не забудьте ставить лайки либо дизлайки подписываться на канал либо проверять подписку нажимать на колокольчик делиться ссылками в соцсетях приглашать друзей и знакомых не забудьте также что под видео кроме всех статей которые мы с вами рассмотрели будет указано на необходимые данные для оказания поддержки данного канала а также страница моя страница в тиктоке на этом все дорогие друзья всегда ваш Сидов Камран до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...